Сегодня у нас онлайн-презентация магистровской программы правового обеспечения деятельностью органов местного самоуправления. Проведет для вас вебинар кандидат юридических наук, доцентка автора муниципального права Бушков Павел Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые интуиенты. Меня зовут Бушков Павел Анатольевич, являющийся доцентом карты муниципального права юридического института РУД. Сегодня я представлю вам программу, нашу традиционную программу для карты муниципального права, которую мы уже реализовали несколько лет и у которой уже было несколько выпусков студентов. Программа, сразу скажу, достаточно уникальная в Российской Федерации. Таких программ практически нет, поскольку мы являемся одной из немногих карт, профильных по данному направлению в сфере местного самоуправления, в сфере муниципального права, поэтому, по сути, мы представляем такой эксклюзивный интеллектуальный продукт в области образования. Чтобы перейти к делу и более подробно рассказать о нашей программе, хотел бы начать с главного, то, что наша магистрская программа проводит заведующие кафедры муниципальным права доктора юридических наук, профессор Чехлаз Леван Томурадович, который занимается местным самоуправлением в России и зарубежных странах. Большое количество работ, научных статей, монографий, учебников вы можете обнаружить, или тот, кто интересовался вами проблематикой, уже читал их в библиотеках, на книжных полках, в интернете. Достаточно популярный автор, который рассматривает различные институты муниципального права, в том числе и муниципальные права зарубежных стран, что для юридического института ЛДН всегда являлось приоритетным направлением, на работе в сфере компротивистики. Кроме того, конечно же, необходимо отметить, что на кафедре преподают преподаватели, высококвалифицированные преподаватели, которые ведут различные дисциплины, согласно нашему учебному плану, помимо непосредственно заведующего кафедра муниципального права. И меня в дисциплину ведут такие специалисты, практики, которые сочетают свою работу непосредственно с работой РОДН, на карте муниципального права, преподают с практикующей деятельностью. Причем, как вы видите, деятельность достаточно различная по самому направлению, в основном правозащитные, в сфере, в том числе, местного самоправления. Во-первых, хотелось бы сказать о Григории Дмитрия Викторовича, старшем преподавателем нашей карты, который долгое время являлся депутатом одного из московских муниципальных районов и непосредственно руководил юридической работой в муниципалитете. На данный момент он является практикующим адвокатом, в том числе, занимается вопросами, связанными с защитой прав населения, в том числе, прав на самоуправление, что на данный момент является достаточно актуальной проблематикой. Кроме того, конечно же, необходимо отметить членка Петра Александровича, доктор юридической наук, профессора, руководитель аппарата, комитет сайта Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Как вы можете понять, данный специалист, практикующий специалист, имеет большой опыт рассмотрения вопросов законодательной инициативы, подготовки мотива на правах актов, в том числе, в области местного самоправления, конституционного основы местного самоправления, право регулирования местного самоправления на федеральном уровне. Что также очень важно для наших студентов, магистров, которые, естественно, должны знать, понимать то, как функционирует местное самоправление и как его регулируют, в том числе, на федеральном уровне, органы государственной власти Российской Федерации. Ну, конечно же, конечно, хотелось бы отметить Александра Становича Галушкина, являющего доцентом картины муниципального права, который также является практикующим специалистом, адвокатом и непосредственно, в том числе, ведет одну из важнейших составляющих нашей магистристой программы, именно практику, под руководством которого, по сути, студенты наши практики в данном прохождении. Что хотелось бы сказать о практике, базу практик, которые у нас существуют на карте, они достаточно обширны, и среди них студенты выбирают различные направления практик, базу практик, например, по территориальному поездку, это Москва и Московская область, как правило, ну, в принципе, есть студенты, которые живут в других регионах Российской Федерации, приезжают в Москву и непосредственно при желании могут проходить производственную практику при заключении соответствующего договора и согласовании этого договора у себя на родине. Такую возможность Российский университет дружбонародов представляет, и, конечно же, это является большим плюсом, когда молодой человек или девушка молодая приезжают к себе домой уже со знаниями определенными, проучившись в два года в администратуре, работают и практикуются в органах местного самоправления у себя непосредственно дома. Конечно, хотелось бы отметить другие базы практик, которые в основном связаны с правозащитной деятельностью. Как вы знаете, местное самоправление в своем развитии на данный момент дошло до такой степени, что фактически все компетенции и вопросы, которые существуют на уровне местного самоправления, они требуют правовой регламентации, и, соответственно, правовой защиты. Здесь, конечно же, сразу же мы должны говорить о различных адвокатских конторах, которые непосредственно занимаются защитой органов местного самоправления, и населения, в том числе, которые нуждаются в этой защите. Конечно же, хочется отметить и сказать о том, что наши выпускники работают на различных должностях и в органах местного самоправления, в органах региональной власти и в органах государственной власти. Выпускники работают в сайте Федерации, Федерального собрания России, работают в муниципалитетах на различных причем должностях, начиная от должностей муниципальной службы, заканчивая различными помощниками муниципальных депутатов. У некоторых есть планы быть избранным депутатом. Тоже мы стараемся наших выпускников поддерживать и, конечно же, рады, когда они достигают таких вершин во своей карьерной службе. Опять же, повторю, что РУД является лузом международным, какой-то программой 5100, поэтому достаточно много иностранцев учатся у нас на нашей магистрской программе. Местность в управлении есть во всех странах, можно называться по-разному, но, тем не менее, принцип работы по локальной власти, он един, по сути. Поэтому многие студенты, которые заканчивают бакалавриат в Российском университете и дружбы народов, участвуют не только на юридической специальности, но и на экономике, и на отдельных направлениях, как ГМРУ, государственное муниципальное управление, и другие специализации, конечно же, могут выбрать нашу дисциплину, и в нашу программу часто они это делают. Кроме того, конечно же, эти специалисты, в том числе иностранные ребята, которые учатся в нашей программе, впоследствии уезжают в себя на родину, там работают по своей специальности. Таких примеров у нас очень много. Но, как правило, после магистратуры наши, они впоследствии остаются уже очно или заочно обучаться на аспирантской программе, которая тоже на карте не существует по специальности муниципального права. После этого они, конечно, получают степень научную, и в связи с этим, конечно же, являются высококвалифицированными специалистами у себя на родине. Могу привести пример ребят из Армении, Республик Средней Азии, Белоруссии, которые после окончания нашей магистратуры уже начинают, уехав к себе на родину, работают по специальности. Тоже, конечно, в наше время это не маловажно. Кроме того, мы непосредственно приглашаем наших ребят пройти помимо практики профориентацию так называемую в различных организациях. Такая профориентация проводится на протяжении всего обучения, поскольку кафера опять же проводит научные семинары, круглые столы, и кому непосредственно будет интересно, на такой семинар можно свободно прийти послушать конкретного специалиста. Специалистов опять же мы приглашаем разных теоретиков, геопрактиков, которым ребята вагисти могут задать вопросы поинтересоваться какой-то проблематикой, в том числе непосредственно собрать материал, которые советуют специалистам для своих научных работ, статей, работ уже магистрских выпускных научно-исследовских работ, грантов и так далее, и так далее. Поэтому кафера в этом плане ведет активную работу и привлекает магистров на такие научные мероприятия. Кроме того, мы, конечно же, сотрудничаем с нашими коллегами и с других вузов и других организаций. Я уже говорил, они помимо органов местного самоправления администрации Москвы и Московской области достаточно часто наши ребята проходят практику и ориентацию в различных адвокатских конторах, которые непосредственно занимаются защитой прав населения, прав муниципалитетов отстаивают интересы местного самоправления. Для того, чтобы непосредственно изучать углубленно дисциплины различные учебного плана, которые у нас существуют в достаточном количестве и охватывают фактически все институты местного самоправления и муниципального управления, на кафте существует профессиональное студенческое общество. также это очень важное мероприятие проводят данные ПСО, в частности юристы местного самоправления, кружки различные, где магистры могут выступить, подискутировать опять же с приглашенными специалистами, с преподавателями кафедры, с различными приглашенными экспертами других кафедр, если проблема возникает на стыке различных отраслей права, например, скажем, связанной с коррупционной деятельностью, естественно, приглашаем специалистов с кафты уголовного права, международного права, связанной с европейской кафте, местного самоправления защиты прав на международном уровне, поэтому здесь опять же мы даем студентам и нашим магистрам достаточно разносторонние знания и в связи с этим конечно они углубляют их и готовятся для решения своих главных задач, именно сдачи экзаменов курсовых и сдачи экзаменов опусканных и защите своей дипломной работы. Конечно же стоит отметить, что важным является именно процесс поступления в магистратуру и здесь мы должны говорить о приеме документов конечно на сайте юридического института и ОТН выложена программа подготовки к поступительным экзаменам также там вы можете найти вопросы к междисклинарному экзамену и те документы которые необходимы для поступления каждого из вас даже широкие поступления более подробно по данным вопросам конечно проконсультируют наши специалисты которые занимаются подготовкой документов к принятию на поступление если есть какие-то вопросы то мы их ответим спасибо Павел Анатольевич за интересную презентацию уважаемые слушатели если у вас есть вопросы касаемо поступления или по данной магистрской программе то мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы что касается данной магистрской программы стоимость обучения составляет 210 тысяч в год где можно посмотреть вопросы подготовки к вступительному экзамену можно посмотреть на сайте юридического института РУД сам экзамен он состоит из двух частей это один экзамен первая часть юриспруденция вторая часть иностранный язык юриспруденция там два вопроса по теории права и государства и один вопрос по отраслевому праву либо это международное право гражданское право уголовное право уголовный процесс и вторая часть иностранный язык вы ставите либо английский французский немецкий испанский в зависимости от того какой вы язык изучали в течение там вы знаете или изучали бакалавриатия пожалуйста если вопросов больше нет то спасибо большое что были с нами спасибо еще раз Павел Анатольевич всего вам доброго да спасибо 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 спасибо